Ну, мы предполагали, что третья игра за 8 дней и выездная будет, наверное, самая тяжелая в этом слоте. Так оно и получилось, что мы пропустили два гола и дали большую фору в первом тайме. Во втором тайме, понятно, сопернику было удобней играть на контратаках. Мы сделали замены, три замены в перерыве и понятно, что позиционная атака нагнетали, создавали моменты, но, к сожалению, соперник воспользовался этими зонами за спиной и поймал нас на контратаках. Ну, я сказал ребятам, что бывают такие дни, что и не получается многое, и где-то усталость накопилась от этого трехматчевого слота. Ну, тем не менее, это футбол и проиграть первую игру в чемпионате проигрывают все. Важна реакция. Теперь очень важно, у нас есть неделя на восстановление, на подготовку к следующему матчу. Поэтому очень важно проанализировать и готовиться к следующей игре. Счет оказался достаточно крупным. Он отражает соотношение сил? Или если бы был в другом графике, счет был бы иным? Ну, был бы другой график, тогда, наверное, могли поговорить. А счет у соперника залетали почти все моменты. У нас были моменты в первом тайме, в штангу попали. Ну, что с лагательного наклонения говорить, что бы было, если бы счет такой, какой он есть. Повторюсь, что три очка дают и за крупный счет, и за небольшой. Поэтому поздравляю соперника с победой и идем дальше. После перерыва у вашей команды было территориальное преимущество, но какой-то конкретики у вас разнил. С чем это связано? Это связано с низкой игрой, что соперник понимал, что 2-0 удобный счет. И надо было нам вскрывать плотную оборону. Нам не удалось это, а соперник пользовался тем, что мы высоко играли и ловил нас на контратаках. Поэтому отсюда такой результат. Продолжение следует...